Сегодня 24 мая 24 года, и я решила записывать влог. Я не знаю почему, но я каждый раз теряюсь на камеру, хотя всю жизнь работаю с камерой. И каждый раз мне сложно удается делать видео, я одеваю какие-то маски и теряю мысль настоячности. Друзья, хочу сейчас сделать свой влог по отъезду из Америки. Что я испытываю? Чувство вины, самоосуждение, как я к этому приходила, что я думала об этом. Этот влог я делаю для себя, как живой журнал, в память напоминания о том, что подарила мне Америка, что я изучила, что я поняла, что она мне дала. Когда я уеду в Россию и открою свой живой журнал, я, возможно, что-то запомню, уточню. Поэтому я не смогу всем объяснить причину отъезда, почему я уезжаю из Америки. Какие мысли меня и чувства привели к отъезду. это очень долгий путь, который действительно многие мигранты проходили. И вы знаете, такие наблюдения сложились, которые, да, вот один влог он не унестит. Поэтому приглашаю вас со мной в это путешествие. Если я смогу что-то... Если вы сможете через меня что-то ответить за себя, было бы вообще потрясающе. Нет, нет. Я это делаю действительно в первый раз, чтобы себя больше познать. И знаете, когда я точно приняла решение внутри себя, не покупая билет, но решение, которое ты принимаешь, ты знаешь, что ты сдерживаешь обещание. Опять же, ты себя не должен ругать, что ты обязан сделать обещание или не обязан сделать обещание, выполнить обещание. Ты должен все делать от чувств, почему ты хочешь переехать. Когда я себе задала вопрос через друзей, а почему я действительно хочу переехать из Америки, мне подруга задала вопрос, а что ты ждешь в России? Что ты ждешь в России? Зачем ты туда едешь? За какими ощущениями туда едешь? Я понимаю, что моя личная неудовлетворенность в моей какой-то жизни здесь, в Америке, ощущение себя неудачником, что я обосралась по полной программе, в своих ожиданиях, в ожиданиях своих родителей. обосралась то, что я когда ехала, я не знала, нахуя я еду в эту Америку. Я ехала в эту Америку доказать самой себе, что научиться себя, вот, мои мысли были, научиться себя уважать заново. Потому что я была в депрессии, я бежала от себя. Не для того, чтобы здесь заработать, не для того, чтобы... Потому что я любила эту Америку. Мне даже больше было интересно разобраться, а почему все едут в Америку, для чего, ради какой цели. И из моей точки нервозности от того, что я ненавидела Америку, потому что мое окружение, все мечтали об Америке. У меня как детская позиция от обратного пошла. Я ненавижу, значит, если все любят. То есть из крайности в крайность. Супер восхваляться, чем-то превозносить. Это одна крайность, ненавидеть. Это другая крайность. И когда я посмотрела с точки зрения вот абсолютно нуля, полного нуля, когда я не имею никаких эмоций, ни ненависти, ни злости, обиды и любви, посмотрела с точки зрения на то, что дала мне Америка, а она дала мне вот этот колоссальный опыт. Какие-то такие эмоции, где я действительно училась жить здесь сейчас. И это не про деньги, не знаю, это не про популярность, не про мужа, который у меня еще там не там навешанных вот этих всех ожиданий, возможно, даже не моих. Я ехала в Америку с целью найти себя, начать заново себя уважать. Я ехала в Америку научиться жить здесь сейчас, не заниматься самобичеванием. Потому что... И понять, почему я ненавижу Америку, почему я ее ненавижу, за что? Я же никогда не была там. И сейчас, когда я поставила все это точное решение в голове, я смотрю на Америку другими глазами. Я смотрю так, как я никогда на нее не смотрела. Я смотрю от любви. Я смотрю то, что 10 лет... 10 лет, которые я здесь прожила, они мне дали больше, большего роста. Америка мне подарила столько эмоций, столько знаний. Она была так щедра ко мне, а я этого не замечала. Она была ко мне щедра и всегда помогала. В каких жопах я не была. она знакомила меня с классными людьми. Подчеркивала мои таланты, достоинства, что я через любовь к своему делу могу зарабатывать деньги. всегда давала мне то, что мне нужно было. Я никогда не была голодна. Я никогда не была... Я никогда не жила на улице. она мне давала и кровь, и дом хороших людей рядом. А я почему-то всегда стремилась найти этот самый минус, почему вдруг я должна подтвердить то, с чем я ехала в Америку со своей внутренней борьбой. Я ехала в Америку бороться и доказывать себе, что я ее ненавижу, находить минусы в ней, в доказательство, что я была права. Сейчас, действительно, смотря из... У меня нет розовых очков. Я сталкивалась здесь также и с проблемами медицины и... Да, с какими-то фейковыми улыбками, которые бесят. Там нет честности в этом. И так далее. Но, опять же, приходя вот сейчас в эту точку... Как бы... Знаешь, где кредит-скор есть? В точку, когда ты подсчитываешь, что ты нажил за 10 лет, и когда у тебя нет материальных благ, у тебя нет крутого дома, машины, у тебя нет семьи, детей. Ты такой, вау, тебе 35 лет. Типа, у тебя нихуя, блядь, нет. По меркам твоим ожиданиям. Ты чмо, ничтожество. И вот так ты собираешься быстро уехать домой, домой смыться с таким состоянием, когда ты уезжаешь с таким состоянием, конечно же, ты будешь думать, что оправдывай себя, что там ты скучаешь по родителям. Ты скучаешь по родителям, вот ты хотя бы успеешь увидеться, обняться с ними, и вот ты приедешь туда с этим состоянием неудачника, что ты ничего материального не достиг, навешанное социумом, приезжаешь туда в это состояние в надежде, что там вдруг что-то поменяется, а если не поменяется, ты хотя бы увиделся с родителями и этим самым оправдался. Так вот, я когда поговорила с собой честно, что неважно, где ты живешь, важно состояние, состояние важно. Если я сейчас уеду в Россию с вот этим состоянием, какое у меня было в подвешенные ушки неудачника, то приехав туда, через какое-то время оно ко мне вернется, я столкнусь с собой же, в какой бы стране я не была. И когда я ответила честно перед собой, что подождите, а как, а что туда я имею за 10 лет? Что у меня есть? Жалею ли я о том, что приехала в Америку? Вообще никогда. Знаете, недавно вот если сказать, жалею ли я, что я приехала в Америку и не нажила здесь документов, не нажила здесь жениха богатого, не нажила здесь документ этих документов, больной вопрос мой, не нажила здесь дома и так далее. Вот, искренне нет, потому что у меня и задача была другая по приезду в Америку. Честно ответить на вопрос, у меня не было даже цели здесь заработать, у меня не было цели найти жениха, выйти замуж как-то успешно, у меня не было желания искренне разбогатеть, у меня было желание искренне найти себя. И вот в этой точке сейчас я отвечаю себе на вопрос, а что мне дала Америка? А она мне дала вот себя. Я так через многогранность всех условий и событий я могла познать себя, понять, что я хочу, кто я. Вау, это те знания, тот опыт, которого очень многого стоит. И знаете, недавно мы с моим бывшим молодым человеком поздравляли друг друга с днем рождения. Мы уже 15 лет общаемся, вот поздравляем друг друга с днем рождения. Это были самые первые чистые отношения, и было очень больно уходить из них, вот сейчас я в Америке, а он всегда мечтал в Америку, а я хотела в Испанию, а он сейчас живет в Испании. И мы как будто бы живем в мечтах друг друга. И в очередной раз, когда он поздравил меня с днем рождения и сказал, что он живет в Испании, то есть в моей мечте, я так и думаю, блин, вот если бы я вот тогда с ним не рассталась, мы бы сейчас возможно были бы вместе, жили бы в Испании. Мой мозг начал докручивать вот эти иллюзии любимые, а если бы докабы. И просто в секунду я опускаюсь к себе в чеснок этот в чесноту и говорю себе, Крис, а вот тогда не было бы Америки. Вот тогда бы всего этого не было, этих знакомств, этих приключений, этой вкусной, насыщенной жизни. У меня язык не поворачивается, чтобы сказать, что я жалею о том, что не было бы этого пути. И то, что любой выбор правильный абсолютно, абсолютно. У меня не поднимется вот просто я настолько кайфовала в Америке, приобретая себя, я поняла здесь, что можно заниматься фотографией и делать на этом деньги, что можно заниматься видео делать на этом деньги, что можно ногти делать и делать на этом деньги, что можно нихуя не делать и деньги к тебе тоже приходят. А можно, ну блин, все что угодно можно можно любить девочек мальчик не важно просто неважно можно быть просто самим главное разобраться что ты хочешь и это такая школа жизни я понимаю как дорого они как дорого она стоит и почему коучи и тренера и все учителя я отдаю им должное я понимаю за что платятся деньги платятся деньги за вот этот опыт огромный колоссальный который помогает человек подсветить подкрутить чтобы ты легче его прошел что было тебе не так больно он уже заплатил этот учитель временем огромными деньгами ресурсом чтобы тебе было лучше малыш вау вот это решение само решение уехать она сейчас меня приводит очень большим осознанием и очень интересно их наблюдать я буду вести этот дневник возможно мне пригодится возможно нет вы знаете начало начало того как как я приехала в америку не девочка сказала веди в лоб кристина сейчас это так популярно а я не вела его я не вела блок блок я думала надо идеально что-то сделать надо так идеально и не знала как что как а потом сожалела что все стали популярными я не стала популярны понимаете вот эти вот все сожаления они пошли упущенные возможности вот так вот сейчас просто на телефон просто самой для себя не идеально возможно периодически с масками потому что для меня реально это новая тема вести блок влог хотя я и фотограф и видеограф всегда по ту сторону камеры для меня очень сложно сама выражаться было на камеру проявиться самой что я тоже могу говорить что я тоже могу что-то проявить в этот мир и еще больше расширить себя поэтому мой друг всегда меня ругает что в жизни он не ругает он говорит блины в жизни ты намного глубже чем на камере ну почему ты так не переводишь не передаешь это вот буду стараться я буду для себя делать это упражнение основываясь на опыте что когда-то я это не делала сейчас я не пожалела когда вернусь в россию себе не пожалела что чего-то не сделала вот и действительно я сейчас мы начала смотреть на америку влюбленными глазами как и никогда на нее не смотрела и это белый зал без иллюзии эти главль люблю влюбленности ты когда ты и минусы принимаешь стороны 와 нас и точнее себя быть здесь смотреть когда ты это способен так смотреть вокруг когда ты начинаешь влюбленных смотреть на себя на свои минусы ты можешь принять все свои слабости можешь принять свои уязвимости и полюбить их просто полюбить их поэтому ты начинаешь смотреть мир влюбленным смотреть на мужчин другими глазами не что кто-то тебе должен от минуса а просто из вот абсолютного нуля когда ты смотришь и себе так относишься относишься ко всем с любовью вот тема сегодняшнего дня действительно это честность перед собой я хочу запомнить этот момент 24 мая 2024 года очень интересное время очень я обожаю свою жизнь